Телеканал СССР продолжает спецпроект, посвященный ситуации в Южно-Китайском море. В последние годы Китай активно развивает инфраструктуру на своих островах. Это вызывает претензии со стороны участников территориальных споров. В Пекине же считают, что не только имеют право на подобное строительство, но и вносят этим вклад в обеспечение безопасности судоходства. Подробнее о развитии инфраструктуры в Южно-Китайском море расскажет Олеся Корзен. Субтитры создавал DimaTorzok с природным газом. Следующие через Южно-Китайское море корабли нуждаются в гарантиях безопасности и соответствующей инфраструктуре, особенно учитывая, что в регионе часто меняются погодные условия и состояние поверхности воды. Поэтому в 2015 году Министерство транспорта Китая построило в Южно-Китайском море несколько крупных многофункциональных маяков. Маяки Хуаян и Цигуа построены для того, чтобы предоставлять навигационные услуги судам из разных стран, проходящим через Южно-Китайское море, в том числе и информационные услуги. Создание морской инфраструктуры позволит повысить безопасность судоходства, снизить риск утечки топлива, улучшить окружающую среду. Поможет прибрежным государствам лучше исполнять свои обязанности перед международным сообществом. К настоящему времени Китай построил пять маяков в акватории Южно-Китайского моря. Четыре введены в эксплуатацию. Самый новый и крупный из них – это маяк Джуби. Это железобетонная конструкция с белыми и синими полосами. Высота 55 метров, диаметр фонаря 4,5 метра. Маяк мигает каждые 5 секунд. Его сигнал виден в диапазоне 22 морских миль. Возводить объект начали в октябре 2015 года. Джуби подключен к навигационной системе Бэйдоу, оснащен системой автоматического опознавания судов и базовой радиостанцией, которая работает в диапазоне ультракоротких волн. Все это позволяет эффективно предоставлять навигационные услуги и своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации. В конце 2013 года Китай расширил строительство на своих территориях. Необходимость в этом вызвала общее изменение ситуации вокруг архипелага Наньша, усовершенствование материального уровня жизни людей на островах, а также создание условий для обороны островов с целью сохранения суверенитета. Поскольку эти острова находятся довольно далеко от международных морских путей, разновернувшееся строительство никак не повлияло на свободу судоходства. США, Филиппины и некоторые другие государства выразили бурный протест, обвиняя Китай. Официальный представитель МИД КНР детально разъяснил позицию страны. Китайское правительство ведет строительство и охраняет инфраструктуру для дислоцированных на части островов архипелага Наньша военных, чтобы повысить функциональность этих островов и сделать лучше условия для жизни и работы военнослужащих, также для эффективной защиты территориального суверенитета государства, прав и морских интересов. Помимо этого, чтобы китайская сторона могла и дальше лучше исполнять международные обязательства по поиску пропавших судов и оказанию помощи, предотвращению и минимизации последствий стихийных бедствий, проведению научных исследований, метеорологических наблюдений, охране экологии, обеспечении безопасности судоходства, оказанию услуг рыболовам. Это строительство ведется в рамках суверенитета Китая и не направлено против других стран. Стоит отметить, что кроме маяков, Китай активно ведет строительство инфраструктурных проектов для международного сообщества на благотворительной основе. К настоящему времени создан Центр океанологических наблюдений, механизм наблюдения за ситуацией на море и передачи предупредительных сигналов, а также механизм наблюдения за изменениями экологии в океане и Центр обслуживания данных в Южно-Китайском море, который занимается сбором, хранением и обработкой данных из разных стран мира об экологической ситуации. Также сейчас строится база обслуживания трансферных перевозок и поставок, где корабли смогут укрываться от шторма, запастись продовольствием и получить другие услуги. Строится многофункциональный Центр поддержки морской безопасности, который займется предоставлением гуманитарной помощи при стихийных бедствиях и ЧП. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова